Приветствую вас, давайте сейчас разберем ваш вопрос. Коллега сделал недвусмысленное предложение, и я отказалась, считая, что поступила правильно. Сейчас странно себя ощущаю. Во-первых, заделываю вопрос, не рассказал ли я Каму. Даже мыслях не было, хотя о его похождениях разве что жена не знает. Во-вторых, ловлю себя на мысли, что просказывает что-то похожее на ревность к его бывшей любовнице, хотя она мне никогда не нравилась, теперь как-будто еще больше антипатики. В-третьих, слиюсь, не знаю, на кого больше он бабник, его внимание привлечь несложно, я к этому не стремился, мои чувства мне непонятны. Смотрите. Я думаю, что в первую очередь подобное предложение вас разозлило. Потому что некоторые люди совершенно небезосновательны. подобные предложения воспринимают как оскорбление. Это справедливо, это бабность, это факт. К этому предложению можно относиться по-разному. Вот, это тоже факт. То есть это тоже правда. Но в данном случае вы отнеслись к этому как к оскорблению. И это абсолютно нормально. Для вас это оскорбление было. Вы, вероятно, не отреагировали на это так, как хотели. Ревность к любовнице говорит о том, что... Вы испытываете некие чувства. К человеку. Вот. Нравится вам это или нет, но... Вот. Какие-то чувства вы... К нему испытываете. Все-таки. Другой вопрос, что это за чувства. Лично мне показалось, что эти чувства, это... ЭТИ чувства. Они больше, вот знаете, про что? Они больше про то, что в принципе вы хотите отношений. У вас как будто бы... Не получается их построить. То есть не получается привлечь внимание мужчины какого-то. И тут человек обращает на вас свое внимание, но не так, как вам хочется. Не в таком контексте. И вроде бы... Внимание его вам неприятно. Такое внимание. Но в то же время внимание... Как бы... Приводит к появлению у вас... Определенных желаний, которые всегда... Существуют на фоне. И которые вам на время удается подавлять. Если этот человек, в принципе, вызывает у вас симпатию по какой-то причине. То... Ну вот... Что называется, все еще более понятно. Станавливается. Вот. То есть... Ну вот... Если вам человек нравится, да? Ну... Нравился. Скажем так. То... Все еще более... Еще более ясно становится. Станавливается. Вот. Вы чувствуете себя как... Ну тяжело, да? Негативно, там... И так далее. Из-за того, что... Вот... Тот, кто вам нравится, да? Видит в вас... Видит в вас... Только вот... Временное развлечение. Это больно. То, что касается... Значит... Ревности к любовнице. Это вот история про то, что вы хотите быть женщиной. У вас нет как будто бы возможности ее быть. То есть... Ну... Не получается. Почувствовать себя. То есть это проблема с самооценкой и, в принципе, выстраиванием отношений. Вы говорите прямо, что вас заделали то, что он спросил вас... Задал вам вопрос. Чем... Как вас это задело? Чем вас это задело? Давайте посмотрим. Вот. Ну и в целом, есть ощущение, что... Мужчина олицетворяет собой... То, чего... Чего бы вам хотелось, но не в такой форме. Что делать для того, чтобы получить то, что вы хотите, в такой форме, вы пока не знаете. Больно от того, что есть ощущение, что и вот... Ну вот, единственное... Как бы, что... Что у вас есть, это вот это. Это вас оскорбляет. Вот. Ну, принижает. Это больно. С этим тоже можно работать. То есть... Чувство проживается. Вот. Блоки, которые не позволяют вам... Реализовываться так, как вы хотите. Снимаются. Вот. И, соответственно... Ситуация нормализовывается. Вы не задаете свой вопрос. Какой ваш вопрос? Не ясно. Поэтому тоже хочется уточнить, как вот... Именно вот, какой у вас вопрос, да, что вы спрашиваете и так далее. Вот. А... И какой помощи хотите от... Психолога, собственно говоря. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу. Это позволит вам... Сформулировать основные постулаты для психотерапии. Обращайтесь. Продолжение следует...